Здравствуйте, меня зовут Вероника Дандаева. Я приветствую всех телезрителей, кто смотрит рубрику поэтическое слово. Я руководитель школы креативных индустрий, колледжа искусств имени Петра Ачировича Ченкушова. Это моя основная деятельность, моя любимая работа, которая связана с творчеством, с проектной деятельностью и с талантливыми подростками. Но также у меня есть любимое хобби, это мои стихи, поэзия. Стихи я пишу довольно-таки с ранних лет, с начальных классов. И я также еще вхожу в Совет молодых литераторов Республики Калмыкия. И совсем недавно у меня вышел сборник стихов под названием «Сквозь сердце к звездам». Это мой первый авторский сборник, который объединяет работы, написанные мной в период с 2019 по 2022 год. Мой сборник стихов объединяет в себе четыре раздела. Здесь собраны произведения, которые посвящены моей деятельности, моей работе, окружению и, конечно же, впечатлениям и эмоциям, которые меня наполняют и окружают. Первый раздел называется «В рифме работы». И я бы хотела сейчас прочитать стихотворение, которое я посвящала своей текущей работе, повторю, в школе креативной индустрии, конкретно моей команде, моим коллегам, которые прошли вместе со мной путь становления, открытия нашего творческого пространства. Добавлю, что я очень люблю свою работу, горю и очень стремлюсь, чтобы креативные индустрии развивались у нас в регионе. Горю настолько, что пишу стихи о своей работе. Не думали вокруг и не гадали, а кто-то шел своим путем. Наверняка мои герои представляли, что создадут уютный дом. Для тех, кто только выбирает, кто жаждет знаний новых впрок, кто в креативе отдыхает и где дают не рядовой урок. Сильнее веры ваши силы, пожалуй, больше не найти. Вокруг не верят, так и было. Ну а мои герои, вы, за блеск в глазах учеников, за смех, улыбки юных самых, преподаватель ярче маяков. Студийцам каждый стал наставник. Впервые я опубликовалась в коллективном сборнике издательского книга «Ру», это барнаульское издательство, в 2020 году. Далее в моем опыте, так скажем, есть еще несколько сборников, где я печаталась. И, наверное, такой самый внушительный мой успех, достижение – это когда я стала лауреатом второй степени Всероссийского конкурса имени Давида Никитича Кугультинова в номинации «Посвящение Давиду». И вот, и я бы хотела сейчас прочитать творение, которое посвятило Давиду Никитичу Кугультинову, ну и которое мне принесло такой вот успех. Маэстро, мир вам рукоплещет, Не гаснет свет, не стихнет память и молва. Великий дар потомкам был завещен, Наследие, летящее сквозь время и года. Не зная робости, творят поэты, Долой сомнения юных и былых. Удачи первой вами им воспетой, Напутственными строками окрылены. Читаем, чтим и посвящаем К 13 марта, в сотый юбилей. Маэстро, мир вам восклицает, Ярчайшему из сыновей. Еще один раздел моего сборника, который называла я «Мысли, лейтмотив», это одна из строчек из одного стихотворения. Ну, здесь произведения, так скажем, олицетворяют мои мысли вслух. Я прочитаю сейчас стихотворение, которое называется «А как рождаются стихи». А как рождаются стихи? Необъяснимо, ниоткуда. Не под влиянием весны, Когда молчит подруга Муза. И даже сердце ни при чем. И уж тем более погода. Откуда льется вдруг ключом Рифмованное мною слово. Не по заказу в воздухе щелчок, Когда и заперто в души дверей. Мне не дает покоя Пушкина, пророк, Глаголом жги сердца людей. И еще одно стихотворение из этого же раздела. Это стихотворение обо мне. Называется оно «Из идеальных нитей я не соткана». «Из идеальных нитей я не соткана, Водоворотом дел безотлагательных измотана, Из радуги идей полна, порой сумасбродных, Ярких теней и песен старомодных, Укрыта настроением и чаще перепадом, Бывает горькими слезами градом, Шагает рядом иногда унылая тоска, Прикрытая небрежно эгоизмом свысока. Все без оглядки верю в искренность и доброту, Не замечая в людях холод, пустоту. Смеюсь я над собой не просто так, Когда до раздражения важным кажется любой пустяк. Из идеальных нитей я не соткана, Желанием услышанной быть арестована, Счастливой быть, наверное, как все, Слагать и слышать оды о себе. Еще один раздел в моем сборнике стихов, Которых я назвала «Людем о людях». Здесь я собрала свои сихтворения, Которые я посвящаю людям, Которые меня вдохновляют. Это творческие люди, Мои коллеги, соратники, Выдающиеся личности, Все те, которые сподвигли меня На красивые стихи в их честь. Одно из таких сихтворений Я посвятила своей очень хорошей знакомой, Калмыцкой певице, Элистине Буровишовой. Когда я увидела фотографию Ее свадебную в национальном стилизованном платье, Это меня так вдохновило. Ну и плюс это очень хороший, Такой творческий человек. Ну, не могла я удержаться И не написать, Не посвятить строки Такой красивой, талантливой девушке. Не видела невесты, Я прекраснее тебя, Все сочетается в тебе красиво. Миндалевидные, Ласкающие взор глаза И не спадающие локоны До пояса и грива, Цветущим благоуханием Женской красоты, Возможный эталон для подражания, Голубкой белоснежною Порхаешь ты, Сводя с ума Своим очарованием. Узор орнамента, Переливающийся сей, Национального наряда, Так велик он, Небрежный взмах Руки твоей Застыл божественно улика. Невеста, что становится женой, Художник нарисует так картину, И будут любоваться красотой Калмычки настоящей, Пелестины. И еще одно стихотворение, Посвященное моей работе. Конечно, здесь присутствуют термины, которые будут знакомы людям, которые вращаются, конечно, в нашей сфере, но повторюсь, что это часть моей жизни, дело, которым я посвящаю очень много времени и которым очень вдохновляюсь. Это школа креативных индустрий, различные направления, творческие люди, программы и наши замечательные творческие студии. Пять направлений, пять модулей в год, где каждая студия дверь распахнет. 312, дизайн, анимация, 3D-моделирование, визуализация. Там, где реальность теряет границы, где оживают объекты, частицы, 3.19, без аналогии. Это всего лишь VR-технологии, фото-продакшн, съемки, монтаж, скоро премьера, короткий метраж, ресурсы, возможности в 315, номер один, технически вкратце. Подкасты, диджеинг и композиции, сэмплы и треки, ничего лишнего, 317, словно прорыв, дыхание в музыке, новый прилив, Блендер и Коралл, Эйблтон Лайф, свобода решений, учись, создавай, студийц, наставник, сплоченный тандем, мы делаем вещи, за нами контент, пробуем, учимся, цель впереди, трудиться во благо нашей страны, место, где можно стать эффективным, мы, это школа индустрии креативных. Ну и добавлю, что на эти стихи мы с моими коллегами планируем создать гимн нашего творческого пространства. Сейчас я прочитаю стихотворение, которое я посвятила детскому хореографическому ансамблю «Лотос». Меня очень вдохновил их танец, который называется «Докини». Там целый такой творческий проект, сам танец и очень красивая, просто невероятно впечатляющая мелодия, автором которой является Савра Вячеславович Катаев. Саму постановку создала его супруга Донара Сергеевна Катаева. В этом ансамбле занимаются мои дети, выступают, танцуют. И когда я впервые увидела этот номер, настолько он меня впечатлил, и тема такая божественная, непростая для меня, так скажем. Были такие моменты, когда я абстрагировалась как-то от этого. Но после этого номера, после этой музыки, скажу честно, я была впечатлена до слез. Всем рекомендую обязательно посмотреть этот номер и послушать эту потрясающую музыку. И добавлю, что это исхотворение также было отмечено мастерами, конкурса с российского имени Давид Никитича Когультинова. Мне даже рекомендовали наши мэтры развиваться в этом направлении и писать стихи на тему религии. Безмолвные минуты, мелодии умиротворенных нот, невольно собираю образ Будды, вновь освещающий небесный надо мною свод. Благодарю волнующую душу звуки, в них каждое мгновение сакральный взлет. Парящую богиню рисовали маленькие руки, так не по-детски искренней души полет. Холодные оковы боли разбивая незавершенных, непрощенных мною дом, давно забытую молитву со слезами вспоминаю. С танцующей богиней я пою О мани подмеху. Стихотворение молитва Сотвори хоть одно чудо, и я поверю вновь тебе. До дней последних верить буду, ты докажи мне, что ты есть. Осудят преданные вере и крик души мою не признают. Скажут, что, мол, настанет время, когда любовь небес узнаю, что боль лишь испытания мои. Спокойствие в душе настанет, как заклинание скажут, не гневи. Они уверены в тебе, а я не понимаю. Живу, как есть, мне оправдания нет. Для верующих в твою силу ты только передай привет от мамы. Маленькую усынюю. Есть в моем портфолио еще одно стихотворение, которое я написала в 2020 году, и посвящено оно граффити, которое находится в черте нашего города. Это собирательный образ врача и волонтера. Расскажу предысторию создания этого стихотворения. Когда создавалось это граффити, это была очень жаркая погода, насколько я помню. Проходя мимо этого здания, меня очень тронуло то, что в такую жару художники рисовали, трудились. И это был период непростой для всей страны, период пандемии. И тем самым я вдохновилась, написала это стихотворение. «Смотрю работу мастеров, здесь много красок, атрибутов. И в граффити штрихов читаю я одно лишь будто. Самоотверженность в глазах, негромкие слова, уставший взгляд от множества задач, жизнь пациента защищает до конца. Профессиональный подвиг совершает ежедневно врач. А он, не думая о благодати, ни минуты, решительности полон его взор. От сердца чистого Лишь следует добра маршрутом, Не требующий славы Герой народный, Волонтер. А их ты видишь, Проходящий мимо житель, В поля щезной работают творцы. И доля героизма тоже есть здесь. Правда, зритель? Так не забудь сказать им. Молодцы! Ну и добавлю, что это стихотворение участвовало в одном из конкурсов и вошло в коллективный спорник. Дорогие телезрители, все, кто смотрит эту замечательную рубрику «Поэтическое слово», я хочу вас поблагодарить и пожелать вам в этот период летних отпусков хорошего летнего настроения. Заряжайтесь позитивными эмоциями, ярких, красочных событий в вашей жизни. Всем крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, неиссякаемого вдохновения для ваших творческих проектов. Всех благ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова